Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук, в гостях сегодня Александр Сельгов, предприниматель, и тема у нас очень такая трепещущая тема, связана она опять же с бизнесом, и я хочу сразу сказать, а что Титов? Что Титов? Человек, который предложил ликвидировать предпринимателей как класс. Еще его, ну как сказать, можно за глаза называть верный подаван. Слышал такую фразу? Человек, который хорошо разливает шампанское, предложил ликвидировать предпринимателей. Давай я небольшую вставочку сейчас прочитаю, я нашел как бы его комментарий по этому поводу, и сейчас озвучу специально для тех, кто не в курсе. Омбудсмен Борис Титов увидел в индивидуальных предпринимателях некую нелогичность, так что мы с тобой нелогичность некая. Дискуссия развернулась после того, как бизнесмен-омбудсмен Борис Титов сообщил, что эксперты Института экономики роста имени Столыпина, там где Титов является председателем наблюдательного совета в этом институте, предложили отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц. Как говорит Титов, я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения, отметил Титов. При этом он обратил внимание на некую нелогичность индивидуальных предпринимателям. Если деньги компания хочешь вывести для себя, тогда платишь налог на дивиденды. Это разные два кошелька, сказал бизнес-омбудсмен в интервью ТАСС. А у индивидуального предпринимателя все вместе. И он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги для потребления. В этом есть некая нелогичность. Чтобы было понятно, я сейчас ссылаюсь на такое издание, как «Комсомольская правда». Оттуда был вытащен текст, поэтому я сохранил все один в один, как говорится, буквы к букве. Скажи, пожалуйста, сразу же, действительно какая-то нелогичность? В этой системе. Я тебе могу сказать, что я индивидуальным предпринимателем уже порядка 25 лет. Это пол моей жизни. Но сейчас я узнаю, что нелогичное звено какое-то. Для меня удивление. Я не могу, конечно, сравнивать не с 7. Я прожил, может, мало всего. На тебя поставили крест. То есть тебя, как вас, перечеркнули. Я правильно понимаю? То есть даже не так. Я бы сказал, что 20 лет твоей жизни, которую ты отдал... 25. ...в понимательской деятельности, это нелогично. Это нужно, грубо говоря, ликвидировать. Я понимаю, в контексте вот этих выражений, что ты сейчас прочитала, что здесь просто переходит другое право собственности, самого бизнеса. Они просто хотят полностью все контролировать и все, чтобы не было вывода денег, особенно в наличке. В преддверии того, что наличка должна вообще исчезнуть в ближайшее время. Ну, тут вопрос, понимаешь, вот она должна исчезнуть. Здесь очень много вопросов. Это невозможно по одной очень важной причине, потому что если мы, опять же, поищем определенные данные, статистические данные, то мы поймем, что в мире-то хоть и вращаются, скажем так, безналичные деньги, но очень большое количество существует наличных. Ну, например, ты едешь, я не знаю, там в Турцию, где, может быть, нет вот этих терминалов, как ты будешь ими пользоваться? Вопрос времени. Да, нет, понятно, вопрос времени, но может быть для этого… Год, два, три, и не будет вообще налички. Здесь есть очень важный момент. Деньги, точнее их номинал, очень важен для каждого. Для тебя, для меня, верим мы в то, что эти деньги являются платежным средством. То есть, если ты переедешь деньгами, там, я не знаю, в Афганистан и будешь махать рублями, то они никому не нужны. То есть, там важны доллары. Поэтому, как бы безнал здесь никто не будет воспринимать, а просто сама жизнедеятельность человека, она подразумевает, чтобы, скажем так, совершались сделки. То есть, постоянно должны совершаться сделки. Каким образом происходят расчеты, это уже каждый определяет. Если у тебя заинтересованное лицо, пускай это, например, там, иностранная компания, она принимает только исключительно, например, в долларах, там, или в китайских иенах, или принимает только в наличных. То есть, как ты здесь будешь, а тебе это надо. Поэтому здесь как раз вот эта ситуация, что хотят всех загнать, это просто желание. Действительно, беззнальные деньги, они очень хорошо учитываются. Ну, и контролировать их. Ну, понятно, что контролировать. Ну, я по самому бизнесу, я полностью обелился, полностью, у меня сейчас, допустим, у меня вот торговля запчастями там, и она вся проходит через уже, через систему. Я плачу по белому на 100% налогов. Сейчас у меня вот уже, у меня заставили с нового года, и система еще акцизного товара, который маркированный, я уже все это внедрил, как предыдущее. Лекарства, обувь, водка, там, это все сейчас работает. И в дальнейшем будет весь товар проходить со штрих-кодом. Вот как раз мы забегаем, да, вот в тот главный такой вопрос. Титова беспокоит та ситуация, что едва ли предприниматели якобы не платят налоги. Так ли это на самом деле? Ну, потому что я вот недавно читал, что он считает, что мы не платим налоги. Нет, то есть учесть то, что Россия у нас это колониальная держава, что свыше 40 долларов за баррель, это не нам идет, идет другим хозяевам денег, эти деньги. До 40 долларов Россия получает что-то уже, но львиная доля уходит, мы знаем куда, и что-то перепадает народу. Так что то, что мы обладаем такими мощнейшими ресурсами, как газ, металл, медь, золото, алмазы, ну это все блеф, потому что Россия как жила, вы представляете, нас всего 145 миллионов, если верить, конечно, нашим данным там, но мы странно живем как-то. Ну, в 25-м, судя по этой книге, ну, скажем так, они ссылаются на ООН, ну, по России достаточно очень трудно посчитать людей, опять же, здесь есть миграция, то в 2025 году где-то численность России, она будет варьироваться в районе 134, где-то 136 миллионов. Сейчас просто в апреле будет перепись населения, мы увидим действительно, как и вы, масштабы бедствий. Это странно, нельзя доверять данным, допустим, для меня это, они очень странноваты. И говорю, вот это единственное, сейчас, когда не хватает денег в бюджете, просто понятно, что здесь только предприниматель может спасти эту ситуацию, у которого еще выжму что-то еще. Вот смотри, вот в этом же году, с этого года, да, был обменен такой замечательный налог, как единый налог на обмененные доходы. ЕНВД. ЕНВД, да, для тех, кто не в курсе. Суть этого налога сводилась к тому, что ты, например, можешь арендовать порядка 20 квадратных метров и на площадь в 20 квадратных метров есть определенная налоговая ставка. И было неважно, сколько у тебя, какие были обороты, ты мог за счет этого просто реально сэкономить. Сейчас с нового года все обязаны перейти на упрощенную систему налогообложения, либо 6%, либо доходы минус расходы, либо общую систему налогообложения. Ну, плюс еще есть там патенты различные, можете выбрать, скажем так, функцию самозанятого, там тоже есть свои нюансы, какие виды деятельности подходят, а какие просто не подходят. Я что хотел сказать, вот ты сидел до этого, да, в основном на ЕНВД, насколько я понимаю. И каковы сейчас твои расходы, насколько они сильно увеличились? Потому что вот это вот очень важно, что увеличение твоих расходов прямо пропорционально тому, что стоимость на твои услуги подрастет. Вот в каком процентном соотношении это поменялось? Михаил, я не могу сейчас понять новую систему, еще первый квартальный отчет, конечно, даст об этом, потому что там надо было резко преобразовывать весь программный продукт, который требовался для этого. Там очень много денег у меня ушло, у меня порядка полумиллиона, просто это я вложил в программный продукт для того, чтобы соответствовать требованиям, которые меня хотят. И до сих пор это все ломается, это все, я с востребованность программистов, они там короли такие, что я не понимаю некоторых вещей. Но нам задали такую планку в компьютерном обеспечении, которую я не понимаю, как другие справляются, более мелкие предприниматели. Вот честно, для меня загадка просто сейчас, вот как это можно подавать данные, чтобы эта вся система уходила и принимала там, как это нужно. Ну, в данный момент, даже с шинами, кто торгует, сейчас невозможно просто с этим акцистом. Я, вроде, у меня два высших образования, я читаю это все, все тексты, и для меня это сложности большие. Но, тем не менее, на рынке я понимаю, что останутся более 7-ти игроки, которые более изворотливые там, они останутся там. Другие все равно всем этим занимаются, пока бардак вот этот, но он быстро закончится, потому что все это будет так, как надо, потому что любая проверка прозрачная, она даст. Да, для тех, кто не понимает, что действительно, любая проверка, люди просто к вам приходят, и те штрафы, которые сейчас применяют к бизнесу, они достаточно драконовские, и не каждый бизнес может себе это позволить. Ну, в любом случае, ты сейчас только что сказал, что на полмиллиона ты уже понес какие-то… Да, просто это то, что это не видно. Ну, это, скажем так, то, что ты должен будешь потом изъять из доходов граждан. Ну, так вот. Ну, конечно, это… Ну, даже я тебе бы больше не скажу, это не ты изымаешься, а изымает государство. Вот ведь очень важно, да, вот мы сегодня с тобой начали говорить, я говорю о том, что надо экономить. Ты говоришь о том, что это не очень такая удачная… Лучше, да, выключить. Что не очень совсем хорошая психология экономить. Ну, я здесь немножко не соглашусь по той важной причине, что если мы живем не по своим ресурсам, я в этом отношении имел в виду, что мы живем, если не по своим ресурсам, то мы, грубо говоря, уходим в кредиторку, да, когда мы постоянно должны. Должны, например, поставщикам, должны арендодателям, должны работникам, и вот именно вот это, знаешь, чрезмерное потребление, оно как раз ведет именно к кредитоспособности, платежеспособности, то, что она просто снижается. Я не про это говорю, Миша. А ты не про это? Нет, что, конечно, сокращение расходов – это очень важная статья, но она не основная. Просто мы всегда, во всех, кто нам сэкономистов, все учат, первое, вы должны посмотреть свои расходы, начинайте, ну, если мы там одну пищу едим, мы должны ее заменить на более дешевую, на геномодифицированную, допустим, вы сэкономите в два раза почти, но вы не думаете, что дальше. Вы можете бензин лить в машину другой, вы сэкономите еще там процентов 30, вы можете зарплату урезать, как большинство предпринимателей поступает, урезают зарплату, это самое первое, потому что самая большая статья расходов. Либо просто не повышать на протяжении времени, да. И это все издержки. Ну что, ты на выходе получаешь плохое здоровье, у тебя люди уходят, они тебе не доверяют, у тебя машина, срок службы там не 10 лет, а 6 лет, потому что ты льешь. И сокращение, сокращение, у тебя плохое настроение всегда, потому что ты снижаешь свое потребление в том, ты привык к такому уровню. Я понимаю, что ты не покупаешь брендовую одежду, допустим, мне, допустим, она не греет душу, но некоторым греет душу, у каждого свое. Это, ну, это не основная статья расходов, это надо расширять, свой бизнес должен постоянно расти. Новые рынки избыта, изобретение какой-то другой продукции, вот в этом потенциал я вижу какой-то, но он тоже ограниченный, и сейчас это всем занимается. Поэтому на рынке сейчас находится очень мощная конкуренция вообще, во всех нишах практически уже. Ну, это все… У меня, видишь, сразу такой вот вопрос, да? Ведь почему постоянно дергают предпринимателей? А это звено, очень легко с которого взять, и которое беззащитено вообще перед законом. Его можно дернуть по всей, посадить в любой момент, его можно любой налог содрать, любые проверки. Он вообще сейчас бесправный практически там уже, ну, вы сами видите, сколько уже людей, и поэтому интерес к предпринимательству, он вообще в России, он уже не интересен стал. Он убедает интерес. Потому что в 90-х еще, помню, там все горели глаза, там в 2000-х там все работали, там давай-давай. Надеялись еще, да. Да, сейчас что сейчас? Вот прищепка там политической какой-то части, там где ручеек финансовых денег там федеральных вырвать. Все, вот сейчас предел мечтаний там молодежи там, которые это… И у нас самополитеризирована страна, люди, которые имеют власть и не имеют деньги. Это нонсенс, это единственная страна в мире, это Россия. Ты сейчас говоришь о людях, которые имеют власть, да, но не имеют денег. А, подожди, как фразу еще раз? Что, ну, есть такая, я смотрел статистику недавно, что люди, которые разработали бизнесом, там, допустим, получили наследство, имеют политическое влияние и разработали бизнесом. Вот три графы, допустим, это в Америке, там, Англия, Ирландия, допустим, наследство им досталось, это большая часть, там, допустим, процентов 30, там, или 20, там. Ну, то есть, когда родители передают бизнес, допустим, сыну, там, в Европе, там. Семейная преемственность, да. Да, потом, там, политическая прослойка, она вообще, там, нету ее практически ни в Штатах, ни в Англии, там, ну, в тех странах, там, уже. И бизнесом заработали процентов 30, там, как бы, именно, вот, когда он приходит после института, или, там, университета, либо вообще начинает, там, гений какие-то, там, антикомпании, это порядка 30 процентов. В России это вообще ситуация, я просто скажу. Ну, наследства у нас тоже нету практически, там, может, меньше одного процента. Политическая составляющая, это порядка 60 процентов, кто во власти, там. Ну, я не помню еще там, что, ну, бизнес, там, что-то, там, 10-15 процентов всего, именно люди, которые, там, ну, действительно, своей энергией, там, достигают. У нас в стране просто очень много рисков, ты сейчас правильно поднял вот эту тему, что очень много политики именно в бизнесе. И вести, заниматься спокойно бизнесом, честно бизнесом все становится с каждым днем труднее, потому что, чтобы быть конкурентоспособным, ты должен уже договариваться. То есть сейчас дошло до того, почему, опять же, все очень дорого, почему мы не конкуренты. Вот наша страна, вот наше любое производство, оно практически не конкурентно по отношению с другим. Сейчас только что перед началом записи, да, ты говорил про металл, что он очень резко подорожал. Я сам занимаюсь строительством загородной недвижимости, и я тебе честно скажу, за полгода даже одна и та же доска, которая стоила, там, 50 миллиметров толщиной, 400, где-то 50, то сейчас уже около 900 рублей за полгода. Я просто говорю, сейчас бизнес, вот вести, допустим, мне надо содержать штат своих юристов для того, чтобы сидеть там свои права какие-то в старых судах или еще где-то. Потом надо бухгалтеров иметь сильных, платить им большие деньги для того, чтобы они лазейки в законе искали. Зачем? И мы этим занимаемся, мы не занимаемся прямым бизнесом, мы пытаемся, чтобы выжить, где-то заплатить меньше налогов легальным путем. Это чушь какая-то вообще, и люди все этим занимаются. Потому что если ты в тупую будешь сам заниматься вот этим и платить все, ну, может, ты закрыть его через год. Ну, или уходи в другие ниши какие-то, или чем-то другим занимайся, там, репетиторством, уйди на более спокойную. И мне это не обидно, я не умею этим заниматься, во-первых. Чтобы было понятно, да. Мне, совещать юристы, мне, вот, я их не люблю, честно сказать, потому что я не понимаю, это армия людей, кучу денег, которые занимаются, а это все ложится на цену образования в магазинах просто. Это бабушка приходит, почему дорого? Да потому что. Потому что юрист, он взял за этот суд там 200 тысяч просто. А это вложено, потом вкладывают эту цену уже. Вот как раз я сейчас просто хочу всем вот объяснить самую важную суть. Вот то, что мы сейчас вот собрались с Александром, да, каждый из нас занимается своим бизнесом, у каждого свои трудности. Но мы сейчас не жалуемся. Да нет, конечно. Мы не жалуемся, мы хотим донести до основной массы людей, что предприниматель, он поднимает цену не потому, что он это хочет, а потому что он обязан просто вложить все издержки для того, чтобы вы могли перейти спокойно в магазин и выбрать из десятков наборов пакетов молока различных производителей и выбрать то, которое вам больше всего нравится. Исключительно мы об этом-то сейчас и говорим, что вот эти все издержки, которые там у Александра, у меня, это и юристы, это постоянно какие-то отчеты, они ложатся на плечи обычных потребителей. И связано это с тем, что заработную плату других людей, которые вовлечены в этот процесс производственный, нужно оплачивать. Вот и все. Поэтому издержки, скажем так, производителя продукции, они там достаточно минимальны, все остальное это уже услуги, услуги и чья-то заработная плата, а также большое количество налогов. У нас же в стране, получается, достаточно большие заработные налоги на заработную плату. Просто не все знают, что это порядка 43%. 43%, да. 100 тысяч зарплата, 43 тысяч на государство. Отнимите просто, да, 43%. И от этого никуда не денешься. Никуда не денешься. Нет, есть, конечно, способ, я об этом говорил, что если вы оформляете общество ограниченной ответственности, делать его основным, на него идут все деньги, на нем совершаются все операции, а ваши все сотрудники становятся индивидуально предпринимателем. Это на самом деле легальная схема, можно сказать, и так назвать. Как легально, если там сейчас отменят индивидуально предпринимателем? Нет, ну сейчас она легальна, я сейчас про что говорю? Что бизнес, это его обязанность сокращать издержки его потребителей. Поэтому о том, что сейчас я говорю, это о том, что это реальный способ, еще пока он работает, может быть, через полтора-два года, если отменит форму индивидуального предпринимателя, сразу скажу, что затраты могут вырасти порядка еще на 30-40%. И все это ляжет на конечного потребителя. По-другому уже просто будет никак. И хочу добавить еще, что металл, вот сейчас у меня тоже стройка, мне нужно 10 тонн металла, я прихожу, он вырос от 50 до 80% в зависимости от продукции. Это страна, которая производит? Страна, которая производит полный цикл, начиная от руды, кончая переработки и кончая вот этих сталилитейных заводов. И я просто не понимаю, я смотрю на мировом рынке, что с металлом творится, все нормально, там колебания порядка 5%. И в России вот этот артельный сговор, он просто происходит у нас на глазах. То есть предприятия, которые занимаются металлом, они сговорились. В Америке, в Англии за это там, в Китае это вообще расстрел был бы там, но в Америке это вообще невозможно практически. У нас-то легко прокатило, ладно, хорошо, прокатило, хорошо, мы переварим, это я мелкий вот в этом отношении. Но, ребят, ну кто производит сейчас трактора? У нас, слава богу, раньше, когда развалили все Кировские заводы, всю промышленность, у нас там 2-3% нашей отечественной продукции, сейчас до 40% дошло нашей техники, радуемся. Я был на Алтае, я вижу, наши трактора работают, слава богу, уже. Но они-то сейчас при удорожании металла почти в 2 раза на 80%, они будут неконкурентоспособны. Китай напирает, у них металл дешевле, мы сейчас можем у них закупать металл, у них электричество дешевле, в Китае электричество дешевле. У них дешевле все становится. Даже наше топливо дешевле. Ребят, мы живем в великой стране, нам предки дали такую страну, это неспроста просто уже. Но сейчас у нас просто невыгодно, убивает же всю промышленность. Я не понимаю, как люди, руководители заводов, сейчас они будут выживать. Это произошло вот недавно совершенно, и для меня это геноцид просто. Это непонятно, чем можно заниматься в России сейчас, каким бизнесом. Я понимаю людей, которые уезжают. Я смотрел, когда разваливался варшавский блок, как Польша, вся молодежь уехала. Моя любимая страна Венгрия, где я раньше ездил, приезжал. Молодежь вся покинула, я разговариваю с людьми. Говорит, нет, Англия, США, они живут везде там. А молодежь-то где? Нету молодежи. Мы знаем про Литву, Латвию, что такое? Да нету молодежи вся. Она туда уехала, где она зарабатывает в два раза больше, не осталось. В России тот же процесс идет. У меня сын в Берлине учится. Просто я понимаю прекрасно, что мы просто мощные пока. Еще мы сохраняем потенциал. У нас, дай бог, я не знаю, каким чудом у нас заводы выживают. Потому что, допустим, на Кировском заводе его уже полностью разбомбили весь. Я там, когда был, я был в ужасе. Как такую махину можно, которая во время войны выпускала танки. Ее 94-й год, 5-й его не было. Но благо, вот какие самородки славянские приходят, которые восстанавливают это все. Люди, я не помню фамилию этого человека, он просто совершил невозможное. И сейчас Кировский завод работает, он рентабельный стал опять. Это вот что рождаются, но это все держится, не знаю, на чем. На энтузиазме. Да, на энтузиазме они опять, но сейчас вот с этим уже ничего не сделают. Какой энтузиазм? Если у тебя изначально ты берешь продукт, который у тебя в два раза дороже, ты на выходе, у тебя неконкурентоспособная. Я понимаю, что можно занижать зарплату еще сколько угодно. Но ее уже нельзя ниже уже делать. Потому что порог рентабельности, порог выживания уже происходит человека. Вот, это мои опасения. Я не знаю, как там дальше будет развиваться, честно сказать. Это, ну, соответственно, и запчасти. Я бы говорил, что любая железяка, карданный вал, который там весит 50 килограмм, он стоил там столько-то сырье, там и столько-то вырастет, соответственно, на эту же сумму. И это сейчас должно произойти, это догонит там. Но другое-то дело, у нас есть страны, которые... Рядом гарантии. Да, они, у него, он предполагает дешевле продуктов, потому что у него электричество просто дешевле. Элементарное электричество. Ребят, мы в такой стране, мы себе... А я немножко уже начал разбираться и понимать, и уже перестал удивляться на самом деле. Как еще там... Говорят, что из России должна быть колония. Она такая и есть на самом деле, потому что... Почему мы все-таки являемся колонией, как ты думаешь? Это долгий вопрос, а ты не понимаешь, почему мы в такой стране, имея все, как у Слепакова, а в моей стране все есть там. И это, и леса у нас есть, и это, и у нас пенсия 10-12 тысяч. Ты знаешь, я тебе так скажу, что нас отличает, скажем так, давай так назовем им, от обычных людей, перед тем, что наш дорогой, уважаемый ВВП сказал, что мы... Ну, у него же было интервью там с каким-то товарищем из Первого канала, или там ТАСС, я не помню откуда-то. У него спросили, как вы относитесь к предпринимателям? На что он сказал, что они все-таки жулики? Ну, нет, это же не выровано из контекста, это можно просто взять сейчас, забить Ютуб и посмотреть его интервью. Что он думает про предпринимателя? Если надо, я даже могу включить. В принципе, он как немножко уходя от этого ответа, он сказал, что так считает большинство, что мы жулики. Соответственно, он, как большинство, придерживается этого же мнения. Я не слышал, кстати. Ну, посмотри, то есть там должно было быть 20 выпусков, но не получилось 20, потому что то, что он начал говорить, это просто роняло бы рейтинг. Потому что я вот лично считаю, что президентом страны должен быть все-таки человек компетентным и понимающим в экономике. Судя по его ответам, я понимаю, наверное, что их задача выдерживать некую какую-то социальную стратегию. Это когда платить всем мало, но платить. И то, что сейчас происходит с курсом нефти, сейчас где-то уже чуть-чуть и будет 60 долларов за барр. А стоимость доллара, она у нас не понижается. Понижается. 73 уже, или 4 сейчас. Просто, чтобы было понятно, в начале 2020 года стоимость доллара была в районе 65. То есть о чем-то говорит, что мы, по крайней мере, за эти деньги, которые мы сейчас, которые у нас есть, которые мы распоряжаемся, мы можем купить какие-то товары. Но с той стоимостью 73-74 это достаточно накладно становится. То есть это порядка на 25%, да, если было там 64, порядка 20% поднялась стоимость иностранной валюты. Вот, поэтому это все действительно сказывается. И вот все, что ты расскажешь, я понимаю твою боль, и ты правильно говорил про экономику, да, ну вот я говорил, что надо экономить. И ты правильно так говоришь. Это вот как вот приходишь ты в магазин купить сметанки, только там уже пишут не 200 грамм, а 180. А цену тебе пытаются производитель или ритейлер сохранить примерно на твоем, как сказать, на твоем восприятии, чтобы она как бы не выползала за какие-то рамки. То есть у людей сейчас чувствительность к ценовому диапазону. Как только ты начинаешь выползать за какой-то ценовой диапазон, а люди сейчас моментально сравнивают цены, и ты, грубо говоря, начинаешь проигрывать. Потому что ты-то понимаешь, все издержки ты должен включать, чтобы качественный был товар, качественная услуга, она требует каких-то вложений. Миша, я даже не про это. Я просто, я много путешествую по миру просто. Я наблюдаю, с людьми общаюсь, и страна, там, Эмираты, там, очень похожа на нашу вообще по природным богатствам. Я смотрю там, как люди живут. Он рождается, у него уже там до 100 тысяч долларов на счету лежит, у него просто у него там наделы. Мы очень похожи на них, мы еще богаче, чем они. Богаче просто уже. И все остальное надо понять просто, где здесь. У нас нету просто независимости никакой. Мы просто колония, и все, от нас все выкачивают, это ресурсы все забирают. И все, и мы живем сейчас, что-то пытаемся друг другу доказать там. Ну это... Я патриот просто своей родины, просто здесь мои все предки жили. Поэтому мне хочется сделать, чтобы меня окружали люди обеспеченные, чтобы бабушки не ходили там в аптеки, там, последние деньги. Или не могли купить даже лекарства какие-то для каких-то лечения болезней. Мне хочется, чтобы у нас было нормальное общество. Чтобы мы в глаза смотрели друг к другу и не врали просто. Чтобы у нас были люди, хотя бы ближайшая власть, та, которая уважает свое население. И я хочу, чтобы люди, чтобы наша страна была сильной просто. Чтобы мы на международном уровне, чтобы я приезжал в другую страну и говорил, что я россиянин, и меня уважали просто. А я приезжаю, мне там, не знаю, кто мы такие, из какой страны там. Что к самокоррумпированной там страны. Никто это не скрывает уже. Никто не скрывает, да. И как-то вот так обидно немножко там. Хотя я понимаю, что у нас народ самый сильный, самый головастый там. У нас очень умные люди вообще здесь. Поэтому зачем даже зарабатывать деньги и жить богато в бедной стране? Ну, это никакого удовольствия нет. Я вот смотрел два интересных таких вопроса. Первый вопрос. Почему в связи с недавно прошедшими митингами, 23 и 31 января, почему сейчас 14 февраля уже нельзя, например, посветить в окно? Ну, хотя это был день победы, так как все находились на... Что нельзя? Посветить фонариком нельзя сейчас на улицу выйти. Ты не в курсе? Нет. Запрещено светить. Это будет расценено, как будто ты, условно говоря, чуть ли не иностранный агент. Это у нас так все в стране. Ну, я немножко даже понимаю сейчас. Это событие, подготовленное не нами совершенно, не народом это все. Это долгосрочный проект для расшатывания и расчленения России на самом деле. Как я бы долгосрочный. Сейчас это подается под таким соусом все. Сбаламутит народ. Народ идет, он даже вообще это сам не понимает. А почему он идет? Может быть, сейчас благодатная почва для этого создана? Не знаю. Ну, я просто знаю, что если прольется кровь в России, это беспощадная страна. Я очень этого не хочу. Я не поддерживаю все эти движения на самом деле. Каким только соусом тянет. Они все это не подсовывают под самими благородными. Ну, здесь нужна совершенно другая, другой выход из этой ситуации. Я понимаю, что сейчас власть, при том, я говорю, что про нашу власть, что я помню 2000-е годы, когда страна наша разваливалась, она была в ужаснейшей ситуации. Вы вспомните, после Ельцкого правления была. Ну, ее, она была распасться, там уже, Катарстан уже о выводе, там, что на Кавказе творилось. Ну, надо отдать должное нашему президенту, который сделал вещи, какие там, и в бизнесе, как было все. Это 10 лет подъема какой страны был. И семь, и никто тогда не спрашивал ни о чем. Конечно, сейчас ситуация изменилась какая-то очень сильно. Ну, мы и только сейчас ругаем об ошибке, но мы не помним прошлого. Вот. А то, что сейчас происходит, это моя оценка, потому что уже проходило это все. Когда я сам бегал за Ельцином, топил за демократию, там, бегал по Садовой площади, там, и кричал, какой он молодец, там. Там, пройдя 10 лет, потом я понимаю, за кого я это делал все это. Там, и Горбачева это все, как меня обманывали, как мной манипулировали, как мне стыдно сейчас за эти вещи порой уже. Ну, я тогда не понимал, я был молодой, у меня кровь играла. Я понимаю сейчас пацанов, которые там бегают, там, и им нужны протесты на настроение какие-то. Определенно эти толкай получают, у них это, ну, это же, к чему это приведет? У нас осталось мало очень славян, у нас мало осталось. Мы должны жить дальше, мы умные, мы всегда должны договариваться. Здесь другой подход нужен совершенно уже. А вот это, конечно, сложно. Не, ну, подожди, это все понятно, понимаешь, вот, чтобы было понятно, революцию это делают и не люди, а делают экономику. Таким образом, когда... Можно я добавлю вопрос сразу, чтобы мы это, ну, это даже не делают. Ее делают в тихих кабинетах спокойно и за 10 лет до этих событий. Спокойно прогнозируют, что в 21-м году, 22-м, нам неизвестно это, мы сделаем то, то, то. Вот эти протесты там, они уже были запланированы заранее уже, технологичные, все подготовлено. Посмотрите, тикток, когда я открывал, эти события были, это ужас какой-то. Это было четко, это работали умнейшие люди, которые на подсознание людей впихивают информацию, когда он зомби становится просто. Потому что человек там в 20 лет, ну, что он там соображает там? Он соображает все, кажется, что он это все делает там. На самом-то деле, сейчас до того социальные сети, мы коснемся их дальше, так работают, что он идет и топит за какие-то там правильные вещи там. И все, ну, это все технологичные, это человек будущего, кстати, вот про который мы, наверное, коснемся, что хотят из нас сделать. Вот эта биомасса, которая будет выполнять все требования и будет под контролем какого-то единого. Слушай, ну, смотри, если мы понимаем, к чему это может привести, да, то есть я говорю о том, что сейчас идут такие достаточно серьезные ограничения, почему они, если это понимают, о чем сейчас идет речь, почему все-таки нет каких-то перемен, мы их не видим. Почему люди уже на протяжении восьмого года не могут нормально зарабатывать, идет снижение реальных доходов населения. Ведь эта вся ситуация, она же приведет в любом случае к какому-то завершению. Конечно, конечно. То есть дальше выхода, если нет никакого выхода, то выход только один. Еще хотел добавить, знаете, что мы говорим только о нынешней ситуации. Вы представьте себе, что мы самое счастливое поколение вообще. Вот если взять глобальную историю человечества, даже ту неправильную, которую до нас доносят, там 17, 18, 19, 20 век, когда были войны, там 17, 18, допустим, что они там в периодичности 10 лет были, 15, когда там вырождалось там молодое поколение, это он то протестное население, там от 15 до 30 лет, которое где-то рождением занималось. Постоянно войны, вспомните, вот эти крымские, там первая мировая война, бессмысленная совершенно, та, которая тоже утилизировала типа население уже, вторая мировая война там, ну Афганистан, Чечню, это уже локальные войны, которые нас коснулись, но они все равно там 100 тысяч, они на 150 миллионов как бы несоизмеримые цифры, они меня коснулись тоже, но мы-то прожили, нам чего, кушать нечего, у нас просто, у нас создалось общество потребления, мы не умеем жить счастливым с тем, что у нас есть, есть на данный момент, и в системе, чтобы, чтобы нами манипулировать, нам нужно проявить, что нам не нужен Жигуль, нам нужна там Тойота уже, и человек на алтарь кладет, он уходит в кредит и берет эту машину, там вроде бы маленький процент, потом он идет туда, потому что как-то у того айфона у меня там, там Xiaomi, нужен айфон, и его загоняет в эту долговую яму, и он несчастливый, вы поймите, что это просто психологический момент, когда человек здесь и сейчас не может ощущать своего состояния там, я это говорю не просто с той стороны, я могу, я видел очень много людей на Алтае, живущих в маленьком доме, там у них и денег нет, у них даже, и они счастливые все, в Аргентине то же самое, вот южная часть Аргентины, где люди проживают, занимаясь только рыболовством, это были самые улыбчивые люди, Индия, которая, ну там Индия вообще для меня очень интересная страна, но там я не видел людей, которые там злятся по каким-то материальным вещам, вот мы с Мишей в тот раз имели разговор, что про Индию, что там вот типа кастовая система, я говорю, если европейцев засунуть в Индию в количестве одного миллиарда человек, сколько их там живет, на следующий день будет война, однозначно, и все перебьют друг друга, и миру конец просто будет, все, и поэтому она имеет место, и она должна там жить. Ну эта система имеет право на существование, потому что она работает, мы сейчас про это и говорим, если система не работает, она перестает существовать, как везде и во всем, это сейчас говорю о том, что в любом случае перемены будут, потому что старая система не отвечает на реальные запросы потребителей, хоть мы понимаем, что сейчас идет экономика потребления, вот у меня тот второй замечательный вопрос к тебе, всем недавно, ну наверное вчера или позавчера Владимиру Владимировичу Путину задали, а нет, он общался с научными работниками, он начал у них спрашивать, может быть слышал такую фразу, где деньги, Зин, не слышал от ВВП, не слышал эту фразу? Это Высоцкий сказал, он-то сказал, он-то повторил, ВВП наш повторил, а суть сводится к чему, что молодые сотрудники научного исследовательского какого-то института, их волнует знаешь что, не наука, у них ставка 25 тысяч рублей, это все понятно, не подожди, стоп, стоп, очень такой интересный момент, вот смотри, люди пришли работать и получают заработную плату 25 тысяч рублей, я сейчас никого не хочу обидеть, но я хочу подчеркнуть очень важный момент, у нас есть такой все-таки замечательный человек, это Павел Дуров, где он живет, он же тоже человек, который что-то изобрел, почему он не клянчит и не занимается тем вопросом, чтобы выбиванием зарплаты, вот понимаешь, о чем, посмотри просто со стороны, президент общается с научным работником, деятелем, тот говорит, что у него маленькая зарплата 25 тысяч рублей, что у него маленькая зарплата 25 тысяч рублей, и вот ему предложили как сотруднику взять полставки, ну и там для того, чтобы среднестатистическое, у нас же все меряется среднестатистическим объемом заработной платы, вывести на красивую, то есть чиновники выводят на красивую, ну и тем самым обманывают, грубо говоря, верховные о том, что как бы положение дел вроде как бы все нормально, и еще раз говорю, что система... Это долго не протянется. Это долго не протянется. То есть вот смотри, смысл-то в чем? Идет подмена понятий постоянно, ты правильно говоришь, что юристы подменили все понятия, мы сейчас вообще не понимаем, о чем сейчас идет речь, и что вообще происходит. И второй важный момент, люди не интересуются, ну то есть они должны заниматься наукой, но их волнует сейчас, что они жрать будут так вот, если по-простому. И они пишут, я еще могу сказать, я питанием занимаюсь, как бы, ну я ведь и викторианец сам по себе, просто пишут, топят за мясом. Ну мы же с детства рождаемся, ешь мясо, ты будешь мужиком там, это я быстренько расскажу просто, пейте, дети, молоко, будете здоровы, там кальций есть. А я-то стал, я слушал, все, конечно, я с этим жил там, и мать впихивает это мясо ребенку в рот, он не хочет его есть там в два года, допустим. Она ешь, ешь, и пока вот через силу ребенок начинает это есть, а потом хоп, и бактерия появляется, а изначально мы его не должны есть. И тут же ты ходишь в интернет, и ты видишь ученый, чем авторитетнее, он говорит, без мяса вообще никак, там я, это глобальная ложь, ложь про молоко, потому что ни один животное на земле не пьет чужое молоко. Это просто вкратце, ну, больная эта тема. И вот эта большая ложь умных таких мужей, которые там объясняют, что мясо это полезно, когда ты берешь там, допустим, свинью, мы такие же, как свиньи внутри, у нас такие же органы, на обезьяне мы вообще 98% одинаковые там, и мы едим себе подобных, мы, понимаете, ну, если мы откажемся от мяса, я просто, извини, рекламу своей темы просто прогоню, если мы отказываемся от мяса, ребята, у нас земля станет зеленой просто, нам вот эти вырубка лесов не нужна будет для того, чтобы кормить вот этих животных, которые потом убиваем и кушаем уже на землях. И главное, что переменится отношение людей вообще к природе, к войнам и друг к дружке просто, потому что мясо это очень продукт, который дает агрессию очень сильно. Я сам перешел на это, у меня очень много друзей, сейчас очень большая тенденция идет, уже порядка 10% и 12% в мире, это, я говорю, статистика у Канады, допустим, Польша почему-то очень топит за это, очень они быстро, в России-то там 4% как бы вегетарианцев. Я говорю, что вся информация, вот сейчас я 50 лет, представляете, стал заново изучать историю, стал изучать все те базовые вещи, которые нам давали в школе, в институте. Я просто поразился, я не тому вообще учился. Поэтому я сейчас очень скептически отношусь вообще к любым заявлениям, которые я слышал, которые для меня были базовыми вообще, вплоть даже до формы земли, понимаете? То есть, тебе привили просто вот то, что в школе, может быть, не давали, это называется критическое мышление, ты начал сейчас анализировать, а не просто верить на слова всем подряд, правильно? Да, мне даже теория Эйнштейна, допустим, не доказывали. Я понимаю, что это тоже бред, это нам навязано. Ну, почему боятся ее провернуть, когда уже все данные есть уже? Да потому что все полетит в таранты. Потому что тогда получается глобальная ложь, которую вообще нам навязывали. Ну, по поводу силы тяготения. Там же в формуле минус стоит, минус значение. Вектор не может иметь отрицательную форму. То есть, смысл-то в чем вектора? Это же направление. Ну, вектор — это направление. То есть, он отрицательный, не может иметь места. Ну, то есть, как это? Минус чего-то, то есть, куда двигаться дальше? Ну, это же вот эти, я сам видел кости людей просто, которые здоровые. Великаны, ну, были они, ну, восьмиметровые, они были на земле всегда. Фотографий полно. Это фейк. Фотографии 19 века, понимаете? Человек, когда имеет рост 4 метра, допустим, они есть. Они были, и они все умалчиваются. Я знаю очень, ну, я путешествую, когда я разговариваю с людьми. Ну, видели эти все скелеты. Нет, нет, смотри, тут я, смотри, у меня вот сразу же, да, вот, ну, Коля, на эту тему пошло. Я же все-таки занимаюсь, ну, учился на операторское мастерство. Я тебе сразу скажу, что при помощи оптики, при помощи света можно воссоздать все, что угодно. Даже и в 18-м, и в 17-м веке это все прекрасно понимали. Сейчас вопрос в чем? Если это имеет место быть, то как все-таки должно быть, ну, что-то остаться в виде костей. Если они реально есть, мы можем померить, да, то есть, я думаю, что, ну, это как бы есть. Все, что вот мы видим, еще раз говорю, все, что мы видим, может являться обманом. Это как вот часть людей, например, вот этого зеленый свет, но, может, кто-то это не видит, что это зеленый свет. Сзади у меня такой теплый золотистый, а за тобой вообще синий. Но все люди могут видеть по-разному. Ну, то есть, у всех разная физиология. Я чисто вот про это... Это тема другого разговора. Да, мы сейчас, да, это тема другого. Мне очень интересно про это поговорить. Да, обязательно поговорим. Ну, один просто факт, что я очень... Исаакиевский собор у меня, для меня это вообще шедевр, вообще. И такие подобные Бунас-Айрисы есть, и, знаете, там, и в Константоп, в этом Стамбуле, там. Они одинаковые, притом, по всему миру. И просто подумайте, если вам интересен этот разговор, там ступени. Не для нашего роста человека просто сделаны. А туда, когда мы входим по центральной, они выдлублены уже после. То есть, на одной ступени сделано три, чтобы для нашего шага были сделаны. И то, они не совпадают. Просто для кого... Кто туда ходил вот с этими 10-метровыми колоннами, вот такими входами, с такими здоровыми дверьми, зачем это делали вообще? Это по всему миру так. Это мы говорим про ростки людей, про какое-то население, которое раньше жило, про которое ты говоришь, что это может все... Я не то, что фейк говорю, я то, что требует доказать, что я все-таки реалист и материалист. У Петра Первого были в армии, даже вот это и есть, что люди по трехметровой у него были уже, еще у Петра Первого, даже позже были. Ну, 2,40 я точно знаю, что есть. Ну, я видел достаточно высоких людей. Это вырождались уже в связи с... Смотрю, наша тема, да, то есть, все-таки... Да, уходим, уходим. Да, уходим от темы. Вот так же отравить, чтобы... Да, да, да. Да, для тех, кто смотрит уже эфир на такое длительное время, да, у нас есть все-таки... Регламент такой у нас. Регламная интеграция, да. Ну, слушай, ну, надо как-то же зарабатывать, вот, содержать студию, поэтому, ну, есть какая необходимость минимальная. Скажи, пожалуйста, вообще, к чему мы идем? Вот, все как бы с одной стороны кажется, все плохо, но мы же живем каждый день, мы каждый день потребляем 2000 калорий. К чему все-таки вообще идет? Мне все плохо. Ну, вот, просто сейчас такая ситуация. Да, она должна быть... К чему мы придем? А я тебе могу сказать. Вот, ну, тогда 5 минут мне дашь. Давай. Давай. Это... Я же рекламу сказал, так что... Только хорошо, что это моя точка зрения, она не претендующая вообще, это просто анализ каких-то данных, которые я собираюсь, с кем общаюсь там, притом, ну, у меня кругозор достаточно большой, я могу ошибаться и не хочу, чтобы... Ты рассказываешь свое мнение? Да, мое мнение, это просто... Идет утилизация населения сейчас, просто... Разными... А с чем это связано, как ты думаешь? Ну, действительно, на Земле сейчас идет глобальное потепление, очень глобальное идет потепление. Я был когда в Арктике, разговаривал с людьми, кажется, независимо. Ну, это не государственные даже, службы какие-то, тает верхний слой просто, вот вечной мерзлоты, где города наши расположены. Это ладно, одно дело. Другое дело, что там мамонтов этих выкапывают, это нормально, там собаки даже мамонтов едят, чтобы... И они были резко уничтожены каким-то космическим событием. Об этом тоже не говорят там. Ну, это был какой-то метеорит, который там прошел, потому что они в одну секунду, у них легкие разорваны у всех мамонтов. И они сохранились, вот прямо вот секундно это все. Неважно. Сейчас этот слой начинает таять. И об этом почему-то не говорят. И выходит газ в метан, который очень сильный парниковый эффект накрывает Землю. И вся наша от Ямала до северной побережья начинает этим заниматься. Это большая-большая экологическая катастрофа, связанная с жизнедеятельностью населения, ну, планеты. Возможно, планета сама себя регулирует. Она просто сбрасывает бактерии, как человек, себя. Вот так вот она. Возможно, вот этот процесс идет. Но потепление идет. Это мы говорим про Арктику, про нашу, российскую уже. Про Антарктиду. Я там был, я пришел с людьми, разговариваю. Они много мне не говорят. Я понимаю, что они какие-то подписки, но они знают все. Но говорят, ну, айсберг 214 километров на 15 километров шириной, он откололся. Это, блядь, не знаю, какая-то сумма тонн. Не буду врать. Надо посчитать, наверное, сколько это. Это пол Ленинградской области откололся. Антарктида идет туда, в сторону Тихого океана. Понимаете? Она тает, соответственно, и этот уровень океана подымается. Ну, что это значит? Что такая процесс, там, Питеру, ну, сколько там, когда его затопит Питер, он очень низкий, там, Япония. На самом деле не так много надо. Да. Это не теория заговоров. Я еще раз говорю, что мы с Мишей, когда будем общаться, я буду говорить о тех вещах, что я сам видел и достоверно подтверждаю и пропустил через себя. Не буду там вот говорить. Это вот, это сейчас самое главное, и это понимают люди, хозяева денег. Просто те, которые печатают, которые руководят этим миром, нам все кажется, что это рыночные процессы какие-то идут. Нет. Это все запланированные вещи, и действительно возможно. Я не считаю так, что мы, я знаю, если человек нормально живет и существует, как славянские общества, как раньше, там, или, как, что я видел, там, эко-поселения какие-то, земля, и 25 миллиардов, и 50 миллиардов, это не предел, если мы живем по грамотному, самому совершенному обществу, когда присутствует... У нас сейчас просто перепроизводство, а любое перепроизводство, это переизбыток вообще, ну, как сказать, выхода электроэнергии, У нас самая дебильная система вообще сейчас капитализма, это самое, она вот, сейчас федализм даже у нас, наверное, в России больше. В России, я даже не знаю, что у нас в России. Я не знаю. Но, тем не менее, сейчас мы переходим вообще в новую формацию с цифрой, сейчас уже никто никуда не денется уже, и будет система социального рейтинга, как я понимаю. Как раз вот расскажи подробнее, что такое за социальный рейтинг, что-то было понятно. Как я понимаю, я в Китае сколько, я три раза там был просто, ну, наблюдал за этой страной, за ее успехами там всеми. Ты не иностранный агент, только честно. Сейчас ведь все, кто говорит не так, являются иностранными агентами. Очень много народу, очень много населения, хотя, не знаю, миллиард там 200, по-моему, там по социально, ну, на севере Китая нету людей, в Тибете нету людей, и вот пустынный Китай весь там, ну, южная часть и центральная, пусть, допустим, есть там полтора миллиарда, ну, там сколько там, миллион триста там, о, миллиард триста, ими надо руководить как-то. Компартия, эта система тоже знакома нам, СССР, как это все делается, и система социального рейтинга. И самое-то интересное, об этом мало сейчас говорят, но это глобальный опять вопрос, как вместе с экологией. С 1 января 2021 года она вступила в действие. Я просто, как я понимаю, я расскажу ее. То есть мы все уже оцифрованы, на самом-то деле, мы через соцсети, мы что-то пишем, а большой компьютер и искусственный интеллект это все давно уже обрабатывает, потому что уже есть квантовые компьютеры. То, что у нас сейчас, это все отстой уже. Сейчас система квантовых компьютеров, она перерабатывает в миллион раз больше информации и быстрее. То есть бигдата сейчас уже не проблема. Уже сейчас очень большой массив данных перерабатывается. Неважно. Вы написали в WhatsApp, в Viber, вы написали SMS, вы в Facebook выложили пост, вы там в ВКонтакте что-то там сделали, вы в TikTok залезли туда-то, вы даже в Telegram что-то сделали, это все идет анализ на вас. У вас полный портрет потребителя, что с вами сделать, чем вы болеете, что вы любите, и вы это все получаете. Большой брат вас увидел уже. И в Китае с первого числа, они это давно собирали, у них свой интернет, кстати, они молодцы в том отношении, что они отключились от мирового интернета, они все сделали свое, свои соцсети. И, конечно, там можно. Мы там выходили через VPN куда-то, чтобы увидеть там все. Ну, как-то у них это все пасется, как-то не знаю. У них там служба по-другому работает, там посерьезнее. Неважно. Там 95% живет вот в своем экосистеме вот такой. И с первого января что получается? Человека его пасут. Еще раз скажу, что в Китае 500 миллионов камер официальных. Это не стоит везде. Я говорю в основном про города, там Шанхай, Гуанчжоу, Пекин. И каждый шаг человек утром проснулся, зубы чистит, у него же камера стоит на компьютере. Если нужно, я его проанализирую, что он и дома делал там. Он выходит на улицу, берет такси, едет на своей машине, он приезжает на работу, все известно. Он пошел, транзакция, он купил себе, что кушает. Короче, он оцифрован. Это что такое оцифровка наша? Я говорю про то, что у нас будет. Я не знаю, я не буду говорить, что это у нас будет, у нас это будет. Ну, и не утверждая это, пусть будет фантастическая история. Дело недалекого будущего. Человек, который занимался оцифровкой людей в Китае, он в России тоже поработал. И ему дают, что с первого числа случилось? Социальный рейтинг. Тысячу баллов дают каждому человеку, кто находится, тысячу баллов. И система, очень сложная система, которая заложена в искусственный интеллект. Человек даже сам не понимает. Он пошел, купил сигарет. Бум, минус 50 баллов у него. Он курит. Система-то, брат-то все знает. Он покурил. Потом у него вечером собрание, они бухло купили, опять пирушка, бурш, еще всей компании, минус там, вау, вступил в коммунистическую партию, 200 или 300 плюс там, он о. А это как в госуслугах у нас. Он выходит в компьютер. Как выиграть. Сколько у меня социальный рейтинг такой. Я, кстати, это заметил в каршеринге. Я вот первый раз воспользовался в Питере каршерингом. И там тоже у тебя рейтинг есть, какой ты водитель там. Ну вот, и сейчас везде это будет, повсеместно там. Ну как бы там клиент, платежеспособность, Сбербанк это давно уже, Греф придумал. Ну неважно. Здесь вообще все по-серьезному уже. Он получает зарплату, ему за это, он у закладывающего института, ему там могут 500 там дать, что у него такое. Он пошел там, что-то обматерил там, что-нибудь там, и он опустился. Но самое страшное, деньги, ой, рейтинги даются, знаете, за что? Это как в Германии, когда я плевался, там за стукачество просто. Ты пришел, сосед там ночью включил дрель, набирается телефон, и ему дают 20 баллов за то, что он стуканул этого соседа. И вы представляете, что сейчас общество будет? Все начнут стучать. И с другой стороны, все будет вообще прозрачно. Люди сами друг друга не дадут себя пожить. Не будет там слова честь, там какой-то по-пацански, там это все будут стучать друг к другу, потому что всем выгодно будет. Нужно расти, потому что ты получаешь большой социальный рейтинг, ты имеешь кредиты, тебе могут миллионы долларов давать, потому что, а он смотрит, 3000 баллов, ты вообще с тобой, ты наш человек тебе, вот тебе все. Для развития бизнеса, для всего там это, ты вот такой, ты будешь делать все, что тебе скажут. А другой со своим мнением, каким-то ему не нравится, это еще, ну сиди ты в нише. И сейчас люди, которые имеют ниже 500 баллов, допустим, они не могут купить за границу, уже выезд закрыт. Они не могут между городами даже перемещаться. Я не знаю, как там это все устроено, но, по крайней мере, элементальные базовые потребности ты лишаешься. Все. Общество. я могу одно сказать, что вот этих с высокими рейтингами, их немного будет совершенно, это будет те, ничего не изменилось, в общем-то, это будут те элиты, которые там. вот ты, да, там рассказываешь интересную историю, да, то есть, ну, она имеет, она уже в хит... Я просто, это не история, это быль, не быль, это реальное, что есть. Ну, смотри, понятно, что очень хорошо. Вот и книга-то замечательное поведение потребителя, она как раз изучает потребителей, и как раз вот на основе вот этих интересных исследований можно что-то такое воплощать в жизнь. Это реально, оно может работать, но есть один, одно но. Это та вариативность, которая появляется у человека, он может двигаться совершенно за счет своих мотивов, и любая система, она рано или поздно, она заменяется. Просто, даже вот этот социальный рейтинг, который он будет, он со временем тоже устареет, и люди могут от чего-то отказаться и вернуться обратно в какие-то вот такие, знаешь, вот дебри, там обычная простая жизнь. Сейчас же вопрос, видишь, если говорить про экономику, если говорить про экологию, то переспроизводство, оно действительно чревато вот такими глобальными вот последствиями. Даже больше скажу, что вот это перепроизводство, по идее, даже автомобиль тебе должны дарить, он ничего не стоит, потому что многие не знают. Уничтожение идет. Да, существуют определенные склады автомобилей новеньких, которые не продались и которых нужно утилизировать, но чтобы их утилизировать, нужно потратить денег. И поэтому производители... Их разбирают обратно на запчасти, если хочешь знать. Я эту тему знаю. Знаешь, да? Но автомобиль разбирают и продают как бы ушку запчасти, потому что только так. И чтобы было понятно, для того, чтобы разобрать, тоже нужно заплатить человеку деньги, для того, чтобы он это кто-то выполнил. Не все так просто, как кажется. Ты хочешь выход? Еще. Просто вот ко мне идет про это. Мой друг, лучший мой друг, даже можно сказать, Олег Мельников. Это чемпион СССР, по ориентированию, который любит спорт, который любит очень сильную природу. Вот он, когда мы перешли из ЕНВД, он закрыл свой бизнес. У него был очень успешный бизнес по спорт одежде. Одежду, он одевал всех людей в Сосном Бару у нас. Это, подожди, на втором этаже. В Галактике, на втором этаже. Он закрыл? Я сам. Он, да, вот я, свежая информация просто. И он сказал, я не могу уже. Ну, я не могу, столько всего надо сделать. Это постоянно вбивать, это компьютеры, эти все данные должны туда передаваться, чипироваться, эти проверки. Он сказал, пошло все это, мне денег много не надо вообще. И он уезжает в Алтай. Вот он сейчас. Ну, он уже съездил, купил домик там себе, землю, ходит в горы, минимум интернета. Он ушел из этой системы. И вот у меня такое ощущение, что эти люди, они выживут и будут жить. Потому что это, я не говорю, что это хорошо или плохо, это изгои, с одной стороны. они ушли, но они счастливы по-своему. Слушай, но для выживания человека не так много надо. Конечно. Не так много надо. Это бывает достаточно искусственно, то есть признание некого социального статуса от людей очень важно, они готовы заползти в кредит, а мы-то с тобой зарабатываем деньги. Я тебе просто говорю, что в чем сила России и в чем, что, допустим, Запад, Америка, и Китай, они очень быстро под это все лягут. Но в России таких людей, как Мельников, их очень много. Я знаю, что сколько на Алтае людей. Просто у меня Радомир есть, друг у меня, который собирает травы. Вообще, у него 33-10, это Nokia, он ее берет раз в неделю что-то сделать, она не определяется и все. Больше он никуда не выходит, остальное время он разговаривает с духами, с травами, притом это все существует, я это понимаю, раньше тоже смеялся над этим всем. Но это совершенно другие люди и вот у них знания сохранились, древние наши, славянские, которые уже, ну и они к природе ближе уже, нельзя забывать откуда мы и зачем. Я говорю силу России, я уже на позитив ухожу. Ты знаешь, вот уже пошли определенные, ты сейчас только что сказал, пошли определенные процессы с тем, что задавили уже бизнес малый и чтобы было понятно, если раньше мы могли, если я сам покупал, вот недавно покупал кроссовки, вот в том году что-то еще там из одежды покупал спортивные. А если уже такая вот ситуация происходит, что невыгодно содержать, а это все-таки налоги, которые шли в местный бюджет, это все-таки рабочие места, где работали люди и тоже оставляли деньги в местный бюджет. Конечно же, потребитель как потреблял, так и будет потреблять. То есть, никакая там пандемия, никакой вот этот локдаун. Потребление другое будет, вообще другое. Оно уже изменилось, оно не уменьшилось, оно просто поменялось. Можно я скажу, сейчас еще, потому что вчера услышала информацию в Германии, сейчас вот при пандемии брендовая одежда, все эти Versace, Gucci, Dolce, Cabana, было куплено что-то на, что-то падение там, чуть-чуть там на 90 процентов. Ну, просто это не продается уже. Сейчас люди покупают простую одежду, та, которая нужна. Уже понты все ушли. И сейчас вот вся Европа, она стоит и не знает, куда это девать уже. Потому что в следующий год как бы должна новая мода, коллекция мод, там наценка миллион процентов. Ну, и все. То есть вообще поменялся мир в том отношении, что это нахер никому не нужно, тебя не поймет, если ты купишь там шмотку. Вопрос самый главный, зачем ты переплатил? Да, сейчас, это здорово. Для меня это вообще круто, то, что Берс практичный. Прикольно сейчас спортивные штаны, которые ему удобные там. Ну, и все, он уходит. Потому что сейчас холодно на улице, нужно какие-то понты, они шестяные, не за жопу свою не заборозят там. Слушай, ты знаешь, кому надо, тот и даже из простых шестяных штанов сделать красивую модель. Это потребление. потребление. И как раз оно, ну, люди просто понимают ценность. То есть, то, что у тебя просто брендовая вещь, но я, например, не очень люблю, чтобы были шильдики. Для меня они просто раздражают. Зачем они на мне вот эти ярлыки там висят? То есть, я стараюсь все это делать. Ну, про одежду это, ладно. Это просто, что потребление и в машинах, и в питании. Все меняется. Все меняется, и мы сейчас в другом обществе живем совершенно. Мы в цифровом, во-первых, мы в социальных сетях, и вот этот мир компьютерный, там, как бы виртуальный, физический, для молодежи, уже 50 на 50 уже. Согласись, что они уже не понимают, в каком они мире. А дети вообще, эту информацию, и то, что будет дальше, мы даже не можем ее анализировать, потому что мы вообще в другом мире выжили. И вот интересно, интересно, я вообще очень рад, что в такой период жизни попал. Забавная будет у нас дальше жизнь. Да, и давай так, смотри, закончим немножко на положительной ноте. Мы понимаем, что мы живем все-таки в нашей стране, нас хотят ликвидировать, ну, уже хотя бы начинают об этом говорить, хотя бы сейчас пока еще не ликвидируют, но прямым текстом никто уже не скрывает, что мы надоели, мы мешаем. Как говорит президент, мы жулики. Я к чему? Я хотел бы закончить наш выпуск на позитивной ноте и просто продумать, а что мы все-таки можем противопоставить и как нам все-таки выжить, если вот о нас так плотно за нас возьмутся и заговорят уже не заоблачно, а конкретно. Да, надо просто, мне кажется, сейчас вот мы все сколько в сосновом бару живем, надо собрать круглый стол предпринимателей, ну, из разных сфер деятельности просто, я думаю, что, и просто поговорить. Вот мне интересно мнение людей, как вакцинация тоже, понимаешь, я вот, было у меня, ну, друзья мои собрались там, говорю, давайте о вакцинах поговорим. И трое мне говорят, я побежала первая вакцинироваться там, это и все. Я говорю, а ты, ну, почитала что-то там, узнала там это. Нет, я буду это делать, я буду это делать, понимаешь, я понял, что какие-то мои аргументы, они, ну, бесполезные уже. Ну, даже ВВ там, как бы ему сказали, говорит, я буду к осени вакцинироваться, еще посмотрю. Вот, вчера вышла статья там, что я посмотрю на все, и к осени я, Я тебе так скажу, очень хорошо людьми управлять и манипулировать при помощи страха. Это самое основное. Да, это самое основное. И голод. Ну, так это же тоже чувство страха, да, когда ты не уверен в завтрашнем дне, это что-то, ты не сможешь что-то есть, что предприниматели, это такие люди, которые вакцинированы от страха. Ну, так или иначе, мы все равно чего-то боимся, но мы вакцинированы от страха в плане того, что, например, ну, кто-то скажет, давайте-ка мы с ним вот разберемся, ну, вот конкретно со мной, за то, что я вот выпускаю такие выпуски, да, а достаточно же трудно. Что? Ну, меня лишит чего-то, вот если я про себя вот говорю сейчас, да, ну, меня лишит чего-то трудно. очень легко. Нет, послушай, я сейчас объясню, почему трудно, потому что большинство людей, ну, я думаю, что там порядка 99%, они переживают за то имущество, которым они обладают. Ну, да, я не переживаю по той причине, что у меня есть самое главное, ну, мои умения, мои знания, мой жизненный опыт. То есть, мне абсолютно все равно, вот закинь меня там в любую другую страну, или там в другой город, я первое, что я начну делать, я начало обезопасить себя с точки зрения потребления, нет, просто потребления еды, осознаю вообще, что происходит. Для меня самое главное, это люди, которые потребляют каждый день 2000 калорий, и которым что-то нужно. Это раз. Знание вот этого, я начну смотреть, а что я могу сделать такое, что я могу дать такое, чтобы вот взять и сделать то, что я вот умею лучше всего, и предложить. И, соответственно, я в любом другом месте, на другом, любом другом попе-поприще буду так же зарабатывать, абсолютно неважно. У меня просто есть жизнь и свой кредо. Есть какой-то определенный минимум, который вот базовый, да, то есть я не буду работать, сразу говорю. То есть мне тяжело работать физически, но я не боюсь работы. То есть если надо заготать рокова, я пойду это буду делать. Но это буду делать какое-то определенное время. После того, когда я пойму, где я нахожусь, в какой ситуации, я вот честно тебе скажу, я тоже находился, это самое, два года в невидении, ну, грубо говоря, можно сказать, условно говоря, за неким забором, да, это армия называется, и даже там я себя комфортно начинал чувствовать через определенное время. Будье армия, мое любимое время. Честно сказать. Я честно тебе скажу, что предприниматель, это просто, как сказать, это смысл существования человека. То есть ему абсолютно все равно, то есть он все равно адаптируется. Даже вот ты говорил о своем знакомом там, да, он все равно сейчас, может быть, где-то там уедет, где-то что-то обдумает и может быть, ну, применит свои навыки и знания совершенно в другом месте. Даже на Алтае, может быть, он там тоже организует какой-то свой бизнес. Я купил там пасеку. Я купил там 4 улья просто. Я просто знаю, ты готовишься. Там классный мед. Нет, я договорился с пасечником, я говорю, я оставлю 4 улья тебе, а ты мне половину меда отсылаешь просто. И все у нас, ему хорошо вроде как. И я знаю мед, кстати, мед у меня, может, у супруги моей приобрести. Он кайфовый просто, он рабочий. Сколько людям давало одна ложка меда и человек не болеет, ни дети не болеют, потому что он настоящий. А 95% знают, что ставят воду с сахарами, и это нельзя есть. Ладно, давай завершаем. Мне с тобой интересно, ты мне что-то просишь? Конечно. Если я не закрою. Слушай, я бы вообще поднял бы тему вакцинации на предприятиях, потому что... Я не буду участвовать в этом. Ты не будешь? Она опасная тема, я не хочу на это разговаривать, я тебе тоже не рекомендую. Потому что это совершенно, даже здесь не наше правительство, здесь совершенно другая... Нет, я вопрос не в том, как она происходит. Мне больше не интересует, почему люди, зная то, что их это не устраивает, почему они соглашаются, я бы, может быть, с этой позиции бы разобрал. И у меня, конечно, есть уже ответ, что... Я даже уже сегодня озвучил, что... Костись меня, мне даже тут недавно спросили, а вот что будет, если на тебя продают, то есть попытаются продавить. Я уже сказал, что я умею формировать денежный поток, мне абсолютно не важно, я им управляю. Никто не управляет моим финансовым потоком, никто не управляет моим сознанием. Я куда хочу, туда я поверну. Это мое личное право. И на меня очень трудно воздействовать. А если взять обычного другого человека, обычно вот, ну, даже взять вот там про наших местных депутатов, да, вот, им в меня, я знаю, что они якобы как марионетки, либо технические, эти самые, исполнители чьей-то воли, да. Вот сейчас даже ты только что рассказывал, там, да, вот есть крутые дядьки, которые управляют всем нашим миром, там, да, нашим шарикам. Ты знаешь, почему они именно управляемы? Я сегодня даже вот, вот этот второй вопрос озвучивал, это о том, что научные сотрудники, да, они обеспокоены тем, что у них заработная плата 25 тысяч. Но они самое главное не понимают. Если у тебя нет, ну, как сказать, если ты боишься потерять работу, да, если ты, ну, как сказать, не можешь найти работу, есть самый простой выход из этого положения. Придумай работу. Я сейчас еще раз скажу, что предприниматели 5% всего. Ну, их мало, да, их мало, даже еще, может быть, меньше. Многие же просто наемные рабочие считаются, либо наемные бригады, да, то есть не так много предпринимателей. К сожалению. Я сейчас к чему? Я ответил на вот этот вопрос очень просто. Вот если ты, как работник, обладаешь первоклассными умениями, знаниями, вот честно тебе скажу, ни один работодатель не уволит такого человека. Потому что, когда ты формируешь доход, предприятие, а именно работники формируют доход предприятия, а оплачивают доход работника и вообще доход предприятия потребители. Вот если ты это знаешь и понимаешь, что какая тебе разница, что ты говоришь, главное, чтобы это все было в рамках закона. Вот и все. Вот, на этой прекрасной ноте я думаю, что надо заканчивать. Да, да. Я к тому, что, дорогие друзья, хотите быть независимы, учитесь. Хотите быть независимы, воспитывайте в себе чувство достоинства и самоуважения. Вот если вы сами себя не уважаете, если вы сами себя не уважаете, то и вас другие тоже не будут уважать. И в завершение хочу сказать, что наша передача продолжается, называется она «Интерактивные подкасты». На нашу передачу может прийти любой человек, поэтому внизу будут все ссылочки, как с нами связаться для того, чтобы прийти и обсудить ту или иную тему, которая вас волнует. Я благодарю Александра за то, что он пришел. Очень интересно, мы сегодня пообщались хоть так где-то и немножко... По верхам где-то, да. Мы хотя бы, по крайней мере, с тобой высказали с каждым свое мнение. Я считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение.